700 километров сложной зимней трассы и 4 города. Ульяновск, Саранск, Шацк, Рязань. Военнослужащие 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады отправляются в свердальный лыжный поход. Такое в истории ВДВ впервые. Лыжный марш-бросок приурочен к столетию Рязанского высшего воздушно-десантного командового училища имени отца ВДВ генерала Маргелова. Представители элитных войск намеренно останавливаются в каждом населенном пункте для проведения знаковых военно-патриотических акций. Бойцы-десантники будут показывать выступления по рукопашному бою. Мы с собой также будем представлять литературу, художественные патриотические фильмы про воздушно-десантные войска, про наше училище Рязанское. 30 бравых парней с разведательного батальона Ульяновской воздушно-десантной бригады стартуют 3 февраля с биатлонного центра в Заволжье. В пути десантники будут в течение трех недель. Лыжный поход поддержат в 10 городах, а на лыжах встанут 300 военнослужащих. К данным мероприятиям готовимся мы довольно давно, потому что это мероприятие для нас новое, дистанция большая. Но у нас люди все подготовленные, все выносливые, сильные. Я думаю, что с этим мероприятием мы справимся. Не подведем, как говорится, в Ульяновской области нашу бригаду. В честь памятного события в парке имени генерала Маргелова состоялся настоящий праздник. Под одажу и залпы ружей десантники отдали дань памяти герою Советского Союза. С напустленными словами перед участниками экспедиции выступили ветераны войны, командир бригады и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Воздушно-десантные войска с честью именуются элитой вооруженных сил. Весь командный состав и военнослужащих 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ордена Кутузова, которые продолжают и поддерживают на должном уровне начинание своих предшественников. В парке развернулась и выставка военной техники. Каждый желающий мог познакомиться с образцами вооружения, различной экипировки, парашютными системами десантников. Участники экспедиции перед дальней дорогой выступили с показательными выступлениями. Десантники продемонстрировали приемы рукопашного боя и умения владения восточным холодным оружием – нунчаками. Ринат Алиулова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.